Продолжение следует... Продолжение следует... Так что я делаю это не потому, что у меня нет проблем. За каждое слово, что я говорю, за каждое свое действие, за это мне делаются пакости, за это мне саботируют, создают проблемы и так далее. Я продолжаю это говорить, то же самое как моя жена, мы продолжали и будем продолжать, не в зависимости от того, что будет и как делать. А вы думаете, нам это приятно? Конечно нет. Нарушая все законы, все конституции, все это против нас применялось неоднократно. Ну и что? Это значит ли это, что я должен взять и принять предложение и смотреть спокойно, как все остальные будут вырезать? Потому что мне будет хорошо, лично мне. И тогда у меня проблем не будет. Так вот давайте подумаем, мы все сами здесь сидящие. Мы кто? Люди или скотина, действительно? Если мы люди, то мы должны действовать и бороться за то, что правильно, за правду, за справедливость. Да, мы можем пострадать от этого, да, может быть, проблемы у нас возникнут, но если мы не будем действовать, все погибнут. Спокойно, может, кого-то зарежут, кого-то убьют, а основная масса спокойно вымрет без потомков и все дела. Или от ядохимикатов, которые распрыгают, или от того-то, от того-то, от того-то. Вот будущее, которое есть сейчас в нашей стране. Нравится нам это? Мне, например, не нравится. Поэтому и делал, и делаю, и буду делать, пока я, говорю, дышу. Это не слова. Все-таки 20 лет, и то, что саботировал. Самое интересное, меня запрещали везде. Меня запрещали в Советском Союзе. Перекрывали каналы везде, все. В Советском Союзе пытались убирать. Я перебрался в Америке. В Америке тоже самое делали. Если я вернулся в Россию, свободно сейчас, что происходит? То же самое. Везде запрещают. Ну и что? Но пока еще есть возможность, то, что они не перекрыли, интернет. Я действую через интернет. Распространяю свои книги и так далее, и так далее. Не будет интернета, другие способы найдем. Потому что правду, и не просто правду. Сейчас такая ситуация, что нам нельзя ждать. Ну, мы подождем там тысячу лет, там, через тысячу лет можно продвинуть. Не будет такой возможности. Потому что если мы не действуем сейчас, уже ничего дальше не будет. Поэтому, вот мы с вами здесь собираемся для того, чтобы действительно проснуться в первую очередь. И бояться так, в моей книге, они прекрасно знают, что никого там экстремизма нет. Просто есть полное разоблачение паразийской системы. И эта паразийская система уже открыто действует. Они сняли уже маски. Раньше, если они работали и действовали в масках, то теперь они поняли, бесполезно. Маски уже не нужны, открыто действуют. Это очень хорошо. И они уже находятся в состоянии агонии. Но это не значит, что агония у них, это все прекрасно, что можно спокойно уже успокоиться. Знаете, как говорят, даже заяц, загнанный в угол, раненый, опасен. Так, социальные паразиты тоже зверь, который даже загнанный в угол и раненый, а он действительно сейчас серьезно раненый, он брыкается. Так вот, нужно нам не позволить, что при его брыкании, или как заявил один из представителей Израиля, что не дай бог, что с Израилем мы уничтожим всю Европу и весь мир, нам плевать на это. Это открыто было заявлено. Официальный представитель Израиля. Весьма забавно, да? То есть, не дай бог, что это кто-то сбросит на нас бомбу, то мы и на Европу сбросим бомбу, и на Россию, и куда угодно. Я считаю, что вот такой подход, что типа мы можем делать все и вся, а остальные не могут, потому что они рабы для нас, и вообще скотина. Просто если бы, я еще в мягкой форме, потому что далеко не все мерзость, которую я там прочитал в Торе, выложил, потому что не нужно все эти нюансы, которые, я выложил только суть. Потому что суть пока все, как говорится, это хребет всего сионизма и супернацизма, которым опять-таки иудеев вбили в голову обманным путем, объявившие избранные, что они особенные, и тому подобное и так далее. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически, в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Как только все люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни, она три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле, и какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый, появившийся честный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Несколько цифр. Они интересны. Вот Миллер на днях доложил президенту Путину, что мы продали за прошлый год 192 миллиарда кубических метров газа. Мы быстренько посчитали, сколько это стоит. Оказывается, на каждого жителя только один миллиард продал по 26 миллионов рублей. Вы богатые люди. Вы здесь сидите миллионеры. По 26 миллионов у вас в кармане. У всех. И стоящий нас в том числе. А где деньги? Мы их видим. 21 миллион граждан за чертой бедности. А у нас еще есть нефть, еще есть газ, есть еще уголь, древесина, если все это посчитать. Дорогие первые секретари Приморского края, не забывайте о наших флагах везде. Есть возможность на офисах – вешайте. Нет офиса, есть квартира – вешайте, чтобы люди видели, что коммунисты есть, и скоро мы придем к власти в этой стране. Так что, дорогие мои, ставьте, вешайте флаги наши коммунистические и в борьбу. Продолжение следует...